Вера предназначена для того, чтобы развивать человек. С помощью веры человек очищается от неправильных устремлений, и его жизнь становится чистой, возвышенной. Он перестаёт накапливать вот здесь вот грязь, которая потом в следующих жизнях тянет его в низшие миры. Есть высшие миры, есть низшие миры. Низшие — это когда грязи много, больше, чем на земле. Человек вниз идёт. Когда её меньше, грязь означает неправильные поступки, грехи. Когда грязи в сердце, ну она именно как грязь воспринимается, если видеть свою вот эту зону. Поэтому, говорит человек, грязь одна в сердце у меня. То есть он чувствует вот это пространство. Некоторые, большинство людей не чувствуют, но люди, которые работают над собой, начинают чувствовать объём работы своей, сколько надо очистить своё существование. Вер, когда идёт человек в рай, ну когда очищается от грязи полностью, он попадает в духовную реальность, у него растворяется психическое тело, здесь остаётся, здесь, в этой Вселенной. Оно просто распределяется по всем родственникам, как милость, по всем друзьям, ну просто растворяется. И он уходит в духовную реальность, там вечная жизнь. Там вечное отношение с Богом. Он счастлив, в любви, любит Бога. Живёт с Ним вечно в этом счастье. Ну то есть мы и там и жили вечно до этого. Просто у души есть как бы два состояния. Есть сон, есть бодрствование. Как циклы такие идут. И вот сейчас душа во сне находится. Мы как душа спим, но при этом вот живём в этом пространстве. А там бодрствование души, духовной реальности и жизнь настоящая идёт. Наша цель человеческой жизни — попасть в духовную реальность. Это в целом, как бы вот так, картинка я вам описал вкратце. Конечно, всё это можно глубже изучать. Вот. Что такое психическое тело? Психическое тело — это тело. Это тело, реально тело, просто мы его не видим. В нём есть строение, там есть каналы психические, есть слои психические. То есть есть функциональная структура, которая обеспечивает энергией грубое тело. Я когда учился в медицинске, я задавал неудобные вопросы. Я спросил физиолога своего. Я говорю, а что заставляет кровь двигаться по организму? Он говорит, нервная система. Я говорю, а нервную систему что заставляет двигаться? А он сказал, сердце заставляет. Я говорю, а сердце что заставляет двигаться? Он говорит, нервная система. А нервную систему что заставляет двигаться? Он говорит, ты что? Ну, как бы я ему задавал вопрос, который... А вот веды прям чётко отвечают, что нервную систему заставляет двигаться прана. Это психическая энергия или энергия воздуха, вот, которой мы дышим на улице. Это не воздух сам, а энергия воздуха. Вот здесь есть воздух, но праны нет. Хотите, я сейчас прану пущу? Да. Прикалываете, смеётесь? Я серьёзно говорю. Это называется пранаяма. Если ты знаешь, как это делать, то можно такой лёгкий ветерок сделать, который будет освежать. А её можно увидеть прану? Можно, но не вам. Не расстраивайтесь. Вот. Ну, то есть есть воздух, а есть прана. Вот там вот на улице очень много праны сейчас. Но здесь её нет почти. Вот. А прана именно нужна для жизни. Есть определённые способы дыхания, которые могут всасывать прану из окружающего пространства. Можно её всосать оттуда, с улицы, сюда. Но, как бы, для этого надо специально этим заниматься, с ума сойдёшь. Легче на улице жить, чем вот этим заниматься. Но в целом я могу вам показать. Вот ручки поднимайте вот так вот, ставьте вот так, ручки вот так вот. А я сейчас буду засасывать прану. Ну, что вы почувствуете? Почувствуете? Вот сейчас что-то чувствуете, ручки поставили? Ничего не чувствуете. Вот. Когда я сейчас начну дышать, вы почувствуете лёгкий ветер, ветерок, который будет дуть от меня к вам. Ну, у меня там вентиляторы по бокам стоят. Я не знаю, что вы стоят. Такой специальный эксперимент. Задул? Да. Почувствовали? Да. Я напрягаюсь, такой ржик, волна пошла, да? Ну, то есть это прана. Видите, в зале свежее стало. Вам легче дышать? Это не воздух, это прана. Воздух, кислород даёт человеку ощущение расслабления, такое хорошо становится. А прана даёт возможность думать, мыслить. Активность повышается психическая. Кроме праны есть энергия воды, такая же энергия. Энергия воды её вот так не спродуцируешь с помощью дыхания, потому что она зависит от силы спокойствия человека. Энергия воды — это энергия спокойствия. Ну, так образно сказать, это энергия спокойствия. А энергия солнца — это энергия счастья. Если счастливый, значит, и солнце есть у него. Если несчастный, нет солнца. Люди, естественно, обмениваются солнцем двумя способами. Первый — это позитивное мышление, а второй — это любовь. Когда люди любят друг друга, это энергия солнца. Обменить. Между мужчинами и женщинами солнечная энергия движется. Можно между мужчинами и мужчинами, женщинами и женщинами, но это означает уже, женщины как любят друг друга. Они говорят, моя хорошая такая. Вот так вот. У них вот так солнечная энергия движется, у женщин. А у мужчин — ага, ла-ла. Вот так вот. Ну, то есть, может, между женщиной и мужчиной. Допустим. На Урале вообще есть солнечная энергия или нет? Есть. Потому что есть грубый солнечный свет. Он сильнее светит в Сочи и дальше. А есть тонкий, невидимый солнечный свет, и он всасывается человеком в результате радости. Человек радуется, он всасывает солнечный свет. И также в результате поста. Когда жрать хочется, то человек не может, пищи же нет. И он начинает питаться солнечной энергией. Так же, как питаются зелень, вот эти вот все листики, они же солнце поглощают. Потом листики превращаются в плоды, в растения. Потом мы кушаем плоды, это уже переработанная солнечная энергия. А можно напрямую ее получать, как эти листики тоже. С помощью поста. Когда человек постится, солнце начинает от него заходить. Но солнце также заходит, солнечная энергия заходит также в результате того, что люди радуются друг другу. Смехом, радостью. Вот это обмен энергии солнечной. Я, когда в Сан-Франциско приехал, смотрю, улицы пустые. Я говорю, а где люди? Они говорят, в машинах. У нас нет обмена сейчас. У нас другая жизнь совсем. Мы одинокие. У нас культура эта сделала одинокая. Нет обмена. Я еще помню, когда мне было 12 лет, постоянно на гитарах люди играли, на площадках, во дворах пели. Музыка везде слышна. Пройду по Апликосовой, сверну на Вероградную. Постоянно пели на улицах. Везде песни звучат. Люди везде гуляют. Так много людей было. А сейчас все сидят в виртуальной реальности. Это же ужас. То есть нет никакого обмена энергии. Люди просто истощаются. Первое истощение психики человека, первая степень истощения. У женщин появляются женские недостатки характера. Обидчивость, ранимость, чувствительность высокая, лень, воля слабая. У мужчин мужские недостатки характера. Гневливость, перенапряжение, неспособность отдыхать. Упёртость. Вторая стадия деградации. Нехватка энергии. Вторая стадия нехватка энергии. У женщин истощается психическое тело. И оголяются глубокие психические слои, которые у женщины имеют очень жёсткую природу. В результате женщина начинает жестить. Она начинает вести себя как мужчина. А у мужчин глубокие слои, психический оборот, очень мягкие. И он, когда оголяется психика, то мужчина становится как женщина. В это время у мужчин появляются вредные привычки. Они начинают выпивать. Это тоже спиртное, это женская энергия. Водка, это тоже женская энергия. Они начинают пополняться вот этой женской энергией, становятся таким... Вот. От мужчин ничего не остаётся. Третья стадия деградации. Женщина и мужчина перестают возможность иметь взаимодействовать с противоположным полом. А если эта стадия деградации возникает на уровне полового развития, то тогда у человека формируется склонность наслаждаться сексом от своего пола. Потому что противоположная недоступна из-за сильно высокой чувствительности. Оголена психика становится. Это всё от недостатка энергии, мой хороший. Результат вот как у Штилица в анекдоте. Вышел в лес, там, вижу голубые ели. Подошёл ближе, голубые не только ели, но и пили. Это реальность. Реальность наших дней. Есть ещё более сильное оголение психики. Когда человек уже не переносит людей. Вообще не переносит. Четвёртая стадия. Человек не может потерпеть людей. И имеет отношение только с животными. Он отдаляется от всех и заводится собачек, кошечек и живёт с ними. Скоро такую реальность мы тоже увидим. Они тоже будут свои права отстаивать для жизни. Жить всем же хочется на Земле. Итак, человечество попало в засаду. То есть у нас реально сейчас идёт катастрофические изменения в сознании. Что такое ДЦП, аутизм? Это рождение с очень сильным уровнем энергетики детей. Плюс с жесткими блоками, которые не дают возможность нормальной работы психики. Это очень напряжённое состояние ребёнка. И он в результате вот в таком состоянии находится. То есть нужна какая-то методология, которая позволит восстановить энергетический обмен с природой. И это восстановление медленно происходит, потому что на него надо тратить время на то, чтобы в целом увеличить энергетику своего тела. Допустим, если человек голодал долгое время у него желудочек, желудок вот таким маленький становится. Его надо раскармливать, чтобы он не может сразу много съесть. Здесь примерно такая же история. То есть психическое тело, вот выйдешь на воздух, на свежий. Я когда приехал к вам из машины, иду, мне вполне естественно идти по такому воздуху без одежды. Потому что я не успеваю замёрзнуть, не то, что я вообще не мёрзну. Просто не успеваю. И мне естественно, меня не продувает, не сквозит ничего. Потому что у меня всё прочищено, энергетика движется хорошо. То есть ветер там сильный, даже холодный, меня никак не может повредить моему здоровью. Люди удивляются, они смотрят так на меня. Что со мной такое? Почему я не одетый? Понимаете? Потому что нет необходимости из машины пройти 2 минуты в зал. Но многие люди не могут так идти. Им холодно становится, они ёжатся вот так. Это означает, что у них не прокачан организм. То есть энергию воздуха они не могут нормально через себя пропускать. Это значит уже энергетическое истощение произошло. Или холодная вода. Я помню, в молодости я купался в проруби. Мне хотелось, мне прям нравилось это. А потом какое-то время я этим не занимался. И когда я в 52 или 3 года уже понял, что это надо делать, я не мог ногу в прорубь засунуть, потому что у меня сводило судорогой. Когда сводит судорогой, это значит, что твоя энергетика не способна усвоить эту энергию воды. И мне приходилось, пришлось в простой воде, не сильно холодной находиться какое-то время, чтобы у меня прокачалась энергия воды, а потом я постепенно уже привык к проруби. И сейчас я вот в Беларуси, я был в СПА, там была такая купель, 0,2 градуса. Но ниже уже нельзя купаться, при минусе нельзя купаться. Минус бывает только в соленой воде, такое не бывает. Вот 0,2 градуса. Я зашел вообще, я не почувствовал, что там что-то сильно холодно. Просто сковывает тело, тяжело дышать, потому что энергетика быстро начинает двигаться. Но самочувствие нормальное в этой воде. Нет каких-то сложностей больших там. А до этого просто судорогом вот так тело все, не зайдешь. Вот мы говорим с вами сегодня о психическом теле человека, о его питании. Что такое энергия воды, как вот она чувствуется? Энергия воды берется из воды. Вот если человек в воде находится, он наполняется энергией воды. Дождь, когда идет, дождь это не прана, это энергия воды. Дождь это энергия воды тоже. Люди боятся дождя, бегут сразу домой. Боятся в воде долго находиться, в холодной тем более. На море все едут, когда теплая вода. Все лезут в море, для чего? Потому что это люди раз в год пополняют батарейки психические. Они едут на курорт куда-то и там в море сидят, на солнце, на свежем воздухе гуляют. Ну то есть это надо делать каждый день. Каждый день же кушать хочется, каждый день. Так и энергию тоже надо сосать. Когда человек к этому привык, вот у меня Женя сегодня говорит, что-то, блин, я чувствую, мне энергии воды не хватает. Пошел в ванне лежать, налил ледяной воды, у вас там 8 градусов она из крана идет. Лег в воду. Не хватает, человек чувствует. У него включился вот этот обмен, он понимает, что не хватает. А у вас и вы не понимаете. Вы тут неплохо, мне, наверное, надо к врачу, может быть, мне телевизор надо посмотреть или в театр сходить. То есть вы все, что угодно делаете, кроме того, что правильно. Потому что наступает такой момент, и у человека стадия декомпенсации наступает, и он боится воду. Вот, допустим, если человек боится воду, в воду заходить вообще, это значит, что у него не хватает энергии воды сильно. Или он боится ветра, значит, у него стадия декомпенсации, он боится свежего воздуха. На свежий воздух вообще выходит, ему тяжело дышать, там плохо. И к стадии декомпенсации. Это уже как бы, уже нормальный уровень нехватки энергии. Или солнца. Человек на солнце встал, у него... Это значит, что солнечная активность уже не выдерживает активность солнца. А это же все патологические проблемы. Нехватка энергии воды приводит по-любому к воспалительным процессам. По-любому. Вот у человека не хватает энергии воды, на уровне грубого тела воспалительные процессы пошли, а не хватает энергии воды на уровне психического тела, обидчивость, дневливость, раздражительность, чувствительность повышенная. Всё это нехватка энергии воды. Не хватает энергии воздуха в теле, в грубом теле. Появляется зажатость, напряжение, запоры, суставы крючат. Психика напряжена, он такой, не знает, как расслабиться. На уровне психического тела воля страдает, человек не может себя заставить что-то делать. Суета, бессилие, у женщин слабеет тело, у мужчин воля слабеет. Человек слабый такой, не хватает праны. Нехватка энергии солнца приводит к токсинам. На грубом теле токсины наполняются в организм. Страдает глубокое пищеварение. Когда глубокое пищеварение страдает, у человека появляется лишний вес. Это не потому, что он накапливает вещества для будущих жизней. Это он просто не может глубоко переварить пищу. Это не блок. И мы говорим об общих энергиях сейчас. Это не блоки, это общая нехватка энергии. Мы не говорим о блоках сейчас. Просто не хватает. Блок это в каком-то месте не хватает. А мы говорим об общей нехватке. Вот в стакане, если, допустим, нет воды, это общая нехватка. А если там препятствия для движения воды, это блоки. Общей воды не хватает в стакане в целом. У нас стакан психическое тело воды не хватает. Мы об этом сейчас говорим. Солнца не хватает, воды, воздуха не хватает. Общая нехватка. И вот эти такие процессы происходят, которые я говорил сейчас. Солнца не хватает. Пищеварение сразу нарушается. С помощью энергии солнца пищеварение идет. У человека накапливается лишний вес. Лишний вес это усвоенные токсины. Есть неусвоенные токсины, которые вызывают аллергию, кожные болезни, простуду. Неусвоенные токсины есть. А есть усвоенные. Это жир. Почему они усваиваются? Потому что организм думает, блин, мне не надо так много токсинов внутри. Надо их куда-то складывать. То есть жир это недоваренная пища. Цикл не может завершиться, потому что нет энергии в организме. Жир. Первая стадия жир. Вторая стадия доброкачественной опухоли. Токсины начинают поражать психическое тело сильнее. Нехватка энергии солнца становится катастрофической. И такие зоны пустоты возникают. Когда зона пустоты солнечной энергии возникает, то в этой зоне формируется доброкачественная опухоль. А потом зона пустоты усиливается еще больше. И в эту зону заходит живое существо злое. И это злокачественная опухоль. Доброкачественная опухоль означает, это живое существо не зашло еще в тело, оно просто свою энергию туда ввело. И поэтому рост идет опухоли, потому что другое живое существо влияет на тебя. И начинает тебе жить, потому что святое место пусто не бывает. Ты не заполняешь сам, значит заполни другое живое существо. Сначала доброкачественная опухоль, потом злокачественная, это уже все. Душа вот этого злого существа вместе с психическим телом зашла в твое тело. И начала там жить, размножаться и убивать твою жизнь. Все. Это злокачественная опухоль. В природе есть такие феномены, когда какое-то животное внутри другого заползает, и там размножается, развивается. У нас тоже есть там всякие, как бы, там, эхинококи там в печени, они там размножаются тоже. Ну, это только на тонком плане. Это не на грубом, а на тонком плане заходит живое существо в нас. И встать не хватит солнца энергии. Это вот это то, что врачи говорят, на солнце много вредно. Представляете, какое-то, или свежий воздух вредно, на воде вредно. На земле только не вредно. Ложишься на землю, такой, ручки соединяешь, свечку ставишь, глазки закрываешь, свечку зажигаешь, все, жди, жди. Это не вредно. У человека есть пять психических слоев. Это мои исследования. Ну, как я могу это доказать? Я могу это вам показать на вас. Я когда, допустим, бегу или иду, я могу видеть, как они чистятся. И у вас, и у себя. Я разработал программы, по которым можно человеку определять чистку, скорость чистки. Человек, который имеет блоки на каком-то слое, он физически почувствует во время бега, ходьбы или стояния, что у него там напряжение. Если я говорю, у тебя там на третьем слое статический блок, ты стоишь, 13 минут очищается один слой. Через 26 минут начинается напряжение в теле. Человек реально чувствует этот блок. То есть, все, что я говорю, не является какой-то слабой формой шизофрении. Это исследование только на психическом уровне. То есть, я ученый психического тела. Я это изучаю не только в плане энергии, а также в вашей жизни. Я могу определить периоды, какие отношения. Это все энергии, понимаете? У вас есть нити связи друг с другом. И я могу определять какие-то связи. Даже если вы мне ничего не говорите. Вот, допустим, у вас, вот девушка в очках, вот на третьем ряду. У вас сейчас с одним человеком есть такая связь, вот ниточка связь такая, что вы испытываете отчаяние в этих отношениях. Вы чувствуете сильно отчаяние и очень несправедливость такую. Так? Видите, откуда я это взял? Не знаете? Я это вижу. Эту связь вашу вижу с человеком. И она истощает вас. Вы теряете силы от этой связи. Неправильно. Итак, есть пять психических слоев. Теперь вам надо на веру это принять просто. Услышать, что я вам скажу, потому что я это изучаю уже много лет. Есть пять психических слоев. Самый наружный психический слой, как вот то, что у нас связано с окружающим миром. Когда у человека страдает наружный психический слой, у него страдает контакт с городом, в котором он живет. Да, в том числе. Страдает, контакт с людьми может пострадать. Ему тяжело себя заставлять что-то делать, включаться в какую-то деятельность. Значит, первый психический слой страдает. У человека климатические расстройства могут быть. Допустим, климат меняется, там, допустим, давление повысилось, ему плохо сразу становится. Это самый первый психический слой. Отвечает за взаимодействие с нашим, с городом, с природой, с людьми, со всем, что нас окружает. Если там блоки формируются, человеку тяжело взаимодействовать. Он дезадаптированным становится. И если он переехал в какое-то другое место, у него сразу акклиматизация жесткая идет. Им плохо. Второй психический слой уже глубже. Это как матрешка. Вот первый самый снаружи, потом глубже. Второй психический слой, вот как матрешка, поняли? Там много-много, пять матрешек внутри. Да, внешний, первый внешний, внутренний глубже, глубже, и маленькая матрешка самый глубокий. Понятно? Вот пять слоев, как матрешки. Второй слой отвечает за эмоции человека. Реагирование. Реагирование, эмоции. Доктор, у меня такая ситуация, то есть у меня крокодильчики вылетают. А что вы на меня-то их бросаете? Реагирование. Вот. Эмоции. Второй психический слой. Бывают эмоции напряженные, чувствительные и отрицательные. Это три энергии. Нехватка энергии воздуха, праны. Эмоции напряженные. Человек доходит как на пятые сутки. Напряженные эмоции. Он не может среагировать, радоваться. Ему говорят, это была шутка. Он, да, надо улыбаться. У него напряжена психика, он не может среагировать. Или среагирует позже. Все уже закончили с мезом? Он, а-а-а-а. Зажатые эмоции на втором слое. Если чувствительные эмоции, он, например, реагирует на все. Чувствительные очень себя ведет. А если отрицательные эмоции, тогда он... Все плохо. Ну, то есть, у него реакция отрицательная. Мне нравится. Эмоции связаны на психическом уровне. Со второго слоя начинается связь со здоровьем человека. На втором слое связь идет с кожей, с листыми оболочками. Что такое слизистые оболочки? Это горло, бронхи, нос, желудок, кишечник, половые органы, уши. Все это слизистые глаза, это все слизистые оболочки. Это второй слой с эмоциями связанных. Слежа человека кожные болезни – это второй слой. Болезни желудка, кишечника – второй слой. Запоры – второй слой. Нарушения, связанные со сном, тоже второй слой. Все отвечают за сон. Слежа человека бессонница – это эмоциональная проблема. Кожные болезни – второй слой. Болезни роговицы глаза – тоже второй слой. Простуды – второй слой. Поражения второго слоя. Эмоциональные проблемы. То есть от чего простуды возникают? От неправильной работы эмоций. Второй слой также связан с лимфатической системой – это иммунитет. Третий слой, еще глубже слой, третий, связан с мыслями, мышлением. Думает человек, работает, умственный труд – третий слой. Третий слой отвечает за сосуды. Все сосуды в организме. Мышцы, в том числе сердечные мышцы, матка – тоже третий слой. Все это мышечная система, вся третий слой. И часть суставов. Есть крупные суставы – это тазобедренные, плечевые и позвоночник. Это четвертый слой. Остальные все суставы – третий слой. Это локтевые, пальцы, рук, ног. Это все третий слой. То есть нарушение мышления приводит к гипертонической болезни. Мысли не так работают, гипертоническая болезнь. Сосуды страдают, суставы страдают. Миозиты всякие – третий слой. Болезни матки, уретры у мужчин – тоже третий слой. Выкидыши, мысли неправильные, мышление неправильное. Выкидыши у женщин. Понятно? То есть выкидыши – это от мыслей? От мыслей. Мои мысли, мои скакуны. Мышление неправильное – это что значит? Ну, думает человек неправильно, думает. Плохо думает. Ну, там три варианта. Есть напряженные мысли. Он не успевает на работе, допустим. Надо успеть дома. Перенапрягаются мысли. Есть мысли чувствительные. Обижается в мыслях, обдумывает. Скотина такая, я с ней 20 лет прожил. Теперь мне все. Сложности из-за нее. То есть чувствительные мысли бывают. Это нехватка энергии воды. Когда напряженные мысли, энергия воздуха страдает. А здесь бывают еще и отрицательные мысли. Все плохо. Дом стоит, свет горит. Настроение или настрой. Хочу на работу? Не хочу на работу. Это настрой. Или у меня хорошее настроение? Ла-ла. Плохое настроение. Депрессия находится на четвертом слое. Нет настроения. Четвертый слой очень много чего с чем связан. Он связан с позвоночником, с костями в организме, со всеми костями. Он связан с тканями внутренних органов. Щитовидная железа, печень, почки, селезенка, придатки, молочные железы, ткани мозга. Со всеми тканями фактически. Тканевые структуры в организме. Это четвертый слой. Ткани функциональные, которые связаны. Легкие, допустим, легочная ткань, почечная ткань, печень. Все это четвертый слой. Жир тоже может быть на четвертом слое. Это брюжеечный жир возле кишечника. Жир брюжеечный. А подкожный жир это третий слой. Жир бывает только на третьем и четвертом слое. На втором бывают просто токсины. Там атеросклероз, допустим. Жир на втором слое это атеросклероз. И пятый слой связан с глубокими ощущениями жизни. Вот, допустим, человек счастье в жизни, если испытывает, значит, это чистый пятый слой. Если он испытывает, что у него все получается в жизни, то счастье от энергии солнца, значит, там нормально движется. Если все получается в жизни, значит, энергия воздуха на пятом слое движется хорошо. Если у тебя спокойствие в глубине, значит, энергия воды хорошо движется. Пятый слой отвечает за адекватность человека также. Блоки на пятом слое приводят к шизофрении. К всем видам психических заболеваний. Это пятый слой. Вредные привычки. Это тоже пятый слой. Нарушение пола, половой ориентации. Это тоже пятый слой. В частности, я когда приезжал в Америку, я это исследовал. И у людей, у которых однополые браки, они все имеют блок, нехватку энергии воды на пятом слое. Сильная чувствительность к противоположному полу приводит к такому результату. Пятый психический слой связан на грубом плане с нервной системой и гормональной функцией. У нас в психическом плане связано с удовлетворенностью человека. Вот, допустим, нет удовлетворения в жизни. Это пятый слой поражает. Нежелание жить, например, это означает нехватка солнца. Если ты чувствуешь, что у тебя ничего не получится в жизни, никогда не получается. Блок на пятом слое связан с энергией воздуха. А если ты чувствуешь отчаяние такое в жизни, сильное отчаяние, это нехватка энергии воды на пятом слое. Отчаяние приводит к пьянству. Когда он чувствует, что ничего не получается, он курит. И когда у него разочарование в жизни, он употребляет наркотики.